Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников и их автобиографии. Элизабетта Серани, итальянская художница Болонской школы, представительница барокко, родилась 8 января 1638 года в Болонии. Дочь художника Болонской школы и торговца искусством Джованни Андреа Серани, одного из ближайших учеников и сотрудников Гвида Рени, начала заниматься живописью в 12 лет под влиянием Карла Чезари Мальвазия. Его называют Болонским Вазари. Отец поначалу относился к этим занятиям скептически, но год спустя принял дочь в мастерскую. Уже к 17 годам она стала вполне сложившимся живописцем и гравером. Я цитирую переводную Википедию. Ее манера близка к Гвида Рени. Их произведения несколько раз путали. Художница много трудилась, чтобы прокормить семью. Отец отошел от живописи, извеченной артрозом и подагрой. Так что ей пришлось возглавить мастерскую. Ее помощницами выступали сестры Барбары и Анна Мария. Ее работы славились не только в Болоне, но и во Флоренции и Риме. Среди ценителей ее живописи был Козимо III Медичи. В 1660 году открыла школу живописи для женщин. В том же году была принята в Академию Святого Луки в Риме. Любила музыку, играла на лире, пела, писала стихи. Умерла от прободной язвы. Хотя ходили слухи, что ее отравила служанка. Дада смерти 28 августа 1665 года. Умерла в возрасте 27 лет. Поэты и писатели посвятили ей различные сочинения в стихах, которые Джованни Луиджи Пичинарди опубликовал вместе своей надгробной речью под названием «Кисть, облитая слезами». Останки умершей были захоронены рядом с прахом Гвидорини в капелле Квидотти в базилике Святого Доминика в Болоне. Оставила после себя около 200 живописных и графических работ, находящихся сегодня в различных музеях Европы и США. Ей принадлежат живописные и графические работы на библейские, мифологические сюжеты, портреты и автопортреты. Ее творчество наряду с образом Богоматери, ощутимо выраженный интерес к образу женщины-губительницы, мстительницы, Туцея, Юдиви. Взяв лучшие от своих учителей, Елизабетта разработала свой уникальный стиль. Отец привил ей любовь к темным и насыщенным краскам, а изучая работы Рени, она взяла от него некоторые принципы композиции. Вот так вкратце из переводной википедии о итальянской художнице Болонской школы, представительнице барокко Елизабетта Сирании. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok